Если говорить о всяких катаклизмах, всяких катастрофах, которые связаны с наступлением осени, однозначно я тоже тут вижу систему, вижу зависимость. Когда наступает осень, очень часто происходят кризисы, какие-то катастрофы, катаклизмы. Я так думаю, я даже думаю, многие люди со мной согласятся, это связано с увяданием природы, когда прошел, особенно в России, в Европе, в нашей природной зоне, когда все расцветает, жизнь, и потом она медленно увядает, сворачивается, уменьшается активность. Естественно, мы часть этой природы. И также человек начинает, скажем, медленно и плавно уменьшать свою энергетику физически, какие-то умственные способности у человека тоже начинают преуменьшаться, вот именно в период осени. Вот это же не секрет, когда великие, да и, скажем так, и в прошлом, и в нынешнем, живущие психологи говорили, что обострение психическое, они, как правило, осенью и весной. Весной все раскрывается, то есть мы, входя в осенний период, переживаем психические изменения, психофизические. И, естественно, это накладывается и на экономику, и вообще на общественно-экономическое состояние страны. И, естественно, возникают какие-то катастрофы, потому что природу увядает, природа сворачивается, превращается в некий такой менее активный... То же самое человек, он зависит от природы, он часть природы, и неразрывная часть природы. Поэтому все происходит органично, все происходит естественно и закономерно. И это будет, скорее всего, за редким исключением, когда не будет каких-то катастроф, когда не будет каких-то общественно-экономических катаклизмов, каких-то событий и так далее. На мой взгляд, это понятно многим.